МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последний месяц лета уже подходит к экватору окупальный сезон к концу. Однако подводить итоги в ГИМС пока даже не думают и только сейчас начинают принимать максимальные меры безопасности для отдыхающих на водоемах. Как говорят в инспекции, это связано с резким увеличением числа погибших. На сегодняшний день водные процедуры трагически закончились для 24-х человек, пятеро из которых – дети. Как ни странно, ГИМС эта цифра заинтересовала только в августе. Теперь все сотрудники переведены на усиленный режим работы. Мы спланировали комплекс рейдовых мероприятий в предвыходные и выходные дни с привлечением сотрудников пожарных частей, сотрудников полиции, представителей администрации муниципальных образований, внештатных общественных инспекторов, сотрудников ВОСВОД для контроля обстановки в местах купания. Почему такие мероприятия не начали проводить еще в июне, остается загадкой. В выходные инспекторы провели первые рейды на всех водоемах Саранска. Особое внимание сотрудники ГИМС уделили детям, которые купаются без присмотра взрослых. Мы беседуем с ними в плане того, что умеют ли плавать или не умеют они, кто их отпустил или не отпускали их вообще. Отдыхающие подростки такому вниманию оказались не очень рады. Ведь кроме профилактической беседы с ними, инспекторы обязательно связывались с родителями несовершеннолетних. Пойдемте, сейчас позвоните родителям, чтобы я удостоверился. Это японский. Так, пойдемте. У меня общий летний. Так, вылазите. Если разрешений со стороны взрослых не было или связаться с ними не получилось, несовершеннолетним приходилось покинуть территорию пляжа. Инспекторы ГИМС едва вошли в усиленный режим работы, а в Лямберском районе очередной случай утопления. 6 августа в пруду возле села Русская Свербейка утонул 43-летний мужчина. Его смерть в Одессе стала 24-м случаем с начала купального сезона. Сколько еще будут работать организованные и так называемые дикие пляжи, будет зависеть от погодных условий. Все это время саранские водоемы будут под усиленным контролем ГИМС. Поможет ли это остановить волну трагедии на воде, покажут сводки. Когда этот материал уже был готов к эфиру, Мордовская республиканская аварийно-спасательная служба сообщила еще об одном утонувшем. 7 августа в Платном пруду недалеко от села Калиновка Ковылкинского района утонул 32-летний мужчина. Достать его тело водолазы смогли лишь спустя сутки. Дарья Аберясева, происшествия, 10 канал. В своевременно не принимались меры по объявлению должников в розыск, что приводит к невозможности взыскания задолженности по алиментам. Выявлены многочисленные факты непринятия необходимых мер к установлению сбежевого имущества должников. Характерным примером недвижающего исполнения служебных обязанностей является факт, когда по одному из исполнительных производств, по которому должник скончался еще в июне 2015 года, судебными приставными исполнителями запросы об установлении данного должника имущества денежных средств направлялись до конца 2015 года и в 2016 году. В условиях очевидности отсутствия должника денежных средств на погашение задолженности решение об аресте его имущества, стоимость которого была достаточна для удовлетворения требований, не принималось. Во многих исполнительных производствах отсутствуют необходимые сведения, подтверждающие совершение действий, направленных на своевременное исполнение исполнительных документов. В этой связи по результатам проверки прокурором района, руководителю управления, внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению выявленных нарушений законодательства в дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица отдела. Ольга Буренкова, помощник прокурора Ельниковского района Республики Мордовия. Сотрудники Республиканского МВД пресекли незаконную деятельность очередного подпольного игрового клуба в Саранске. Нелегальное казино располагалось в одном из гаражных боксов на улице Сущинского. Из оборудования классические однорукие бандиты. Некоторым из экземпляров место в музее. Противоправная деятельность велась с применением различных методов конспирации. В том числе для посещения данного клуба необходимо было знать соответствующий номер мобильного телефона, который находился у администратора игорного заведения. Строили основной зал. Да, вентиляция, все как положено. Обратите внимание, у них шумоизоляция, они везде шум сделали, чтобы вообще слышать не было. Вот, вытяжку поставили, сюда котел поставили, АГВ. Подпольное казино планировали сделать автономным и значительно расширить площадь игорного зала. Однако планом помешали сотрудники полиции. Им пришлось спилить стальные петли, прежде чем войти внутрь. В ходе мероприятия оперативники изъяли 11 игровых аппаратов, 3 сотовых телефона и 3000 рублей наличными. Кроме охранника и девушки-администратора в клубе на момент визита полицейских посетителей не было. Как тут трудоустроился в данном заведении? На вид нашел объявление. С кем встречался при устройстве на работу? Встретился человек на поимене Домир. Как рассказал охранник игорного клуба, в день его посещали 4-5 человек, все постоянные клиенты. Выручка за сутки достигала 25 тысяч рублей. Заведение успело проработать больше месяца. Рассчитывая на конспирацию, организаторы нелегального бизнеса активно набирали персонал из людей, ранее имевших опыт работы в казино. До этого три недели работало. Пока не закрыли что-то? Да. И сейчас это люди. Сейчас полицейские устанавливают владельцев игорного клуба и организаторов этого незаконного бизнеса. Как рассказали в МВД, их ждет уголовная ответственность. Вместе с тем, лицам, планирующим организовывать данную подпольную деятельность, необходимо знать, что за указанное действие предусмотрена уголовная ответственность по статье 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная организация проведения азартных игр. Санкции за которые предусматривают не только конфискацию имущества, но и наложение крупного денежного штрафа. Екатерина Чермянина, Александр Данилов. Происшествие. Десятый канал. Третий отдел полиции Саранска устанавливает личность неизвестного мужчины, который 8 июля около 5 часов утра похитил пневматическую винтовку из палатки Сира, расположенного по улице Богдана Хмельницкого. Приметы разыскиваемого. На вид 23-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные и короткие. Был одет в олимпийку серого цвета с рисунком белого цвета, спортивный трюкот серого цвета, кроссовки серого цвета с белыми шнурками. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности или местонахождении мужчины, которого вы видите на своих экранах, просьба сообщить по телефону 29 90 02 или 102. Третий отдел полиции Саранска устанавливает личность и местонахождение неизвестного молодого человека, подозреваемого в хищении кондитерской продукции. 19 июля в 19 часов 30 минут неизвестный, находясь в магазине «Перекресток» по улице Советской, взял с прилавка кондитерские изделия и, не расплатившись на кассе, покинул торговое помещение. Если вы стали очевидцем данного происшествия, либо вам известно о разыскиваемом просьбе сообщить по телефону 29 90 02 29 81 19 или 102. 105 и 6 ФМ 105 и 6 ФМ Милицейская волна Пожарная охрана горстера. Что случилось? КОНЕЦ! КОНЕЦ! ПОСНЕЦ! КОНЕЦ! 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 Продолжение следует...